итак друзья многие хотят передвигаться на больших автомобилях при этом их пугает большой расход топлива так как в большинстве случаев в крупные автомобили устанавливают объемные моторы и как следствие большой вес кузова и большой мотор ведут к большим растратам на топливо так ли это на самом деле я подобрал для вас топ-6 больших автомобилей которые при своих размерах имеют небольшой расход топлива и вы смело сможете их приобрести и передвигаться с удовольствием шестое место занимает джип кренч рокки с мотором в 8 объемом 47 литра это достаточно большой автомобиль с могучим блоком цилиндров от компании chrysler мотор выдает 230 лошадиных сил и может с легкостью употреблять 92 бензин при этом в районе 10-12 литров на сотню в смешанном режиме настройка произведена так что при допустимых скоростях в 90 километров в час мощному мотору очень легко на низких оборотах передвигать автомобиль отсюда и низкий расход топлива но следующий экземпляр будет еще интереснее пятое место получил chevrolet taho также с мотором в 8 объемом 5,3 литра большой рамный внедорожник порадует своими размерами и прекрасно звучащим мотором при этом он может потреблять столько же топлива сколько киа рио и все это благодаря технологии displacement on demand что в переводе рабочий объем двигателя по требованию половина цилиндров в моторе на трассе просто отключаются а точнее 1 4 6 и 7 цилиндры в итоге мотор в 8 потребляет 9-10 литров на сотню но при необходимости нажав полностью педаль акселератора вы ощутите мощь могучего в 8 на четвертом месте расположился mitsubishi pajero sport 3 поколения с мотором 2,4 литра здесь экономия достигается за счет дизельного двигателя автомобиль имеет большой крутящий момент который доступен уже с низких оборотов при этом на трассе при разрешенной скорости в 110 километров в час на круизе автомобиль может показать расход в 6,8 литров дизельного топлива на сотню что максимально хороший показатель при этом на одном баке вы сможете проехать около 900 километров что не может не радовать также автомобиль порадует вас на бездорожье и своими размерами на третьем месте land rover discovery с двухлитровым мотором но тоже дизельным по трассе такая модель сможет показать расход в 5,3 литра на сотню при этом порадует максимальным комфортом который достигается качественной шумоизоляции и комфортным салоном также land rover discovery порадует своими размерами и внедорожными характеристиками а если вам встретиться глубокая лужа то вы сможете смело ее проехать так как глубина преодолеваемого брода составляет 70 сантиметров идем дальше второе место lexus rx 450h он конечно меньше предыдущих автомобилей по размерам но тоже не самый маленький при этом один из самых экономичных и интересных автомобилей так как имеет трех с половиной литровый v-образный шестицилиндровый мотор который будет приятно звучать но если вы будете ехать спокойно то на помощь вам придут два электродвигателя так как модель является гибридной и здесь вы получите расход в 5,3 литра на сотню мало какой автомобиль с таким мотором сможет похвастаться таким маленьким расходом топлива при этом в городском цикле с учетом того что автомобиль стартует не слишком резко расход увеличится всего на 1 литр следовательно при городской эксплуатации ваш расход будет 6,3 литра что не может не радовать первое место занимает volkswagen caraval это гражданский микроавтобус достаточно большой по размерам и вместительности но больше он удивляет своим расходом топлива опять же при своих размерах и весе самый интересный вариант с двухлитровым мотором выдающим 150 лошадиных сил средний показатель расхода при полной загрузке салона в городском цикле показывает всем литров солярки на сотню а если выехать на трассу то расход снизится к 5 литрам на сотню но есть много подтвержденных фактов когда бортовой компьютер показывает и 3,9 литра на сотню при трассовом режиме в общем если вы хотите большой автомобиль при этом с маленьким расходом топлива выбрать есть из чего и не стоит бояться размеров главное правильно подойти к выбору мотора надеюсь этим роликом я помог вам сделать определенные выводы очень хорошо было бы обсудить этот топ в комментариях поэтому давайте пообщаемся и подискутируем также буду рад если вы перейдете на канал для просмотра других роликов и конечно приглашаю подписаться на канал и нажать на на колокольчик до новых выпусков